Субтитры создавал DimaTorzok Полуфинальные состязания 10-й Республиканской телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы Карачаева-Черкесии». Тема третьего агона полуфинала «Сталинградская битва». В состязаниях третьего агона принимают участие обучающиеся 10-х классов общеобразовательных организаций Карачаева-Черкесской республики, прошедшие в полуфинал по итогам четвертьфинальных состязаний. Уздена-Фалан, село Первомайское. Темирезова-Сабина, город Черкесск. Кучерова-София, город Черкесск. А также теоретики и агонисты, прошедшие в полуфинал. Конкурс русского языка. Ребята, вам отводится две минуты для того, чтобы исправить ошибки, которые имеются в ваших текстах. Максимальная оценка – 10 баллов. Пожалуйста, прошу приступать. Редактор субтитров А.Семкин Время. Подпишите свою работу, сдайте мне, пожалуйста. Алан, где твои ордена? Алан, 4 ошибки. АПЛОДИСМЕНТЫ Сабина, 4 ошибки. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ГРАЦИОЗНЫЙ И правильно исправляли. САМОУСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ. Есть самосовершенствование, есть само у нас. В нашем случае было самоусовершенствование. Баррикады 2Р. Дебют идентичный. Были правильно написаны. Переходим к конкурсу Красноречия. За 15 минут до начала года вы получили тему. Россия – это страна с тысячелетней историей. Но мы не должны к ней относиться, как к любимой бабушке. Вовремя давать ей лекарства, чтобы у нее ничего не болело, и на этом ограничиться. Совсем нет. Мы должны сделать Россию молодой, устремленной вперед. Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации. У вас у каждого 40 секунд для того, чтобы осветить эту тему. Максимальная оценка – 5 баллов. И мы начинаем, Алан, с вас. Пожалуйста. Уважаемые судьи и участники. Безусловно, нельзя не согласиться со словами нашего уважаемого президента Владимира Владимировича Путина. Россия – это страна больших возможностей и перспектив. И в наших же силах возвысить ее до небывалых высот. А огромная тысячелетняя история нашей Родины в этом только поможет. Также я считаю, что каждый уважающий себя гражданин Российской Федерации обязан прилагать, если не все, то большую часть своих возможностей для достижения этой цели. На этом все. Спасибо. 35 секунда. Сабина, прошу вас. Уважаемые жюри и уважаемые участники. Я согласна с этим утверждением, потому что мы привыкли считать, что все, что происходит в нашей стране, нас не касается, и мы не имеем какой-либо вес на эти события. Это огромное заблуждение. Мы в праве и в силах сделать все, чтобы улучшить качество жизни в нашей стране. И у вас есть голос, так что сделайте так, чтобы вас услышали. Спасибо за внимание. Спасибо. 21 секунда. София, пожалуйста. Добрый день, уважаемые члены жюри, участники и телезрители. Наш президент очень четко подметил нужное отношение к России. Россия должна быть молодой, цветущей и процветающей. Я думаю, что это полностью зависит от нашего отношения к ней. Наше будущее поколение должно знать, что Россия очень великая страна. Спасибо за внимание. Спасибо. 26 секунд. Уважаемый председатель, прошу вас подвести итоги конкурса русского языка и красноречия. Конкурс русского языка, конкурс красноречия, сумма баллов. Узденов, Алан. 6, 4, 10. Темреза, Сабина. 6, 5, 11. Кучерова, София, 8, 5, 13. Благодарю вас. А теперь мы переходим к состязаниям. Право первым выбрать дорожку предоставляется участнику, заработавшему наибольшее количество баллов в прологе. София, прошу. Красная. Красная дорожка у Софии. Сабина, выбирайте. Желтая. Желтая. Алану достается зеленая дорожка. И право первым выбрать номер вопроса предоставляется участнику на зеленой дорожке. Один. Вопрос номер один. Скажите, пожалуйста, Алан, кому принадлежат слова? Чем ближе к Сталинграду, тем мизернее ежедневные результаты. Чем ближе к Сталинграду, тем мизернее ежедневные результаты. Гитлеру. Гитлеру. К сожалению, ответ неверный. Вы переходите с ошибкой. Теоретики, прошу вас. Эрикенова Диана, Силопривольная. Смею предположить, что эти слова принадлежат Фридруху Павлису? Нет. Осмелюсь предположить, что это слова Тимошенко? Нет. И последний раз спрашиваю. Нороза Султана Силовича Кеннерис. Предположишь, что это слова Эриха фон Манштейна? Нет. Эти слова принадлежат командующему 11-го армейского корпуса Вербахта Карлу Штрекеру. Выбирайте себе на вопрос. Номер 7. Вопрос номер 7. Сабина, назовите, пожалуйста, имя командующего 64-й армии, который провел первый допрос, сдавшегося в плен фельдмаршала Фридриха Павлиса. Командующий 64-й армией. Он первым провел допрос. Смею предположить, Рокоссовский. К сожалению, ответ неверный. Вы переходите с ошибкой. Пожалуйста. С Аллах Александра, город Черкесск. Это был Шумилов Михаил Степанович. Совершенно верно. Орден участников. Пожалуйста, орден. Михаил Степанович Шумилов. Генерал-лейтенант. София. Восьмой. Вопрос номер 8. Скажите, пожалуйста, сколько дней продолжалась борьба за дом на улице 9 января, который отбили у немцев разведчики во главе с сержантом Павловым? 58 дней. 58 дней вы переходите без ошибок. В течение 58 дней они отбивали атаки вражеские. Алан. Пять. Вопрос номер 5. Главный монумент Мамаева кургана – 85-метровая скульптура «Родина мать зовет». Я думаю, многие уже бывали на Мамаевом кургане. И эта скульптура является главным символом Мамаева кургана, символом Волгограда и Волгоградской области, одним из главных символов Великой Победы. Скажите, пожалуйста, кто является автором этого монумента? Евгений Бучетич. Еще раз. Евгений Бучетич. Бучетич. Совершенно правильный ответ – это скульптор Евгений Бучетич. Для справки скажу, что статуя представляет собой многометровую фигуру женщины, шагнувшей вперед с потнятым мечом. Статуя является аллегорическим образом Родины, зовущей своих сыновей на битву с врагом. Сабина, пожалуйста. Номер 2. Вопрос номер 2. 12 сентября 1942 года на совещании в Стапке в Виннице Гитлер приказал в кратчайший срок овладеть Сталинградом, чтобы не допустить здесь перемалывания сил вермахта на длительное время. Штурм Сталинграда намечалось осуществить в основном силами 6-й полевой армии, двумя ударами. О каких двух ударах идет речь? Двумя ударами. Шестая полевая армия. Затрудняюсь ответить. Вторая ошибка. Сабина, вы становитесь теоретиком дальнейших успехов в работе. Теоретики. Прошу. На Гайлиев, Алан, Аул, Кумыш направление удара было в две стороны. Это Мамаев курган первая сторона и севернее завода баррикады второй удар. Второй удар. Из района какого поселка был первый удар? Намечался? Не могу сказать. Так. Кто сможет добавить? Штепа, Ева, Горчеркес. Вполне возможно, что первый удар немецкое командование предполагало нанести с хутора Морозова. С хутора Морозова? Нет. Кто добавит? Из Котельникова. Как? Котельникова. Нет, не Котельникова. На этом останавливаемся. Можем мы молодому человеку дать медаль? Медаль, да, медаль. Медаль можно, да. Медаль. Пожалуйста, медаль участнику. Меняем на орден, у него есть медаль. Я зачитаю полный ответ. Штурм Сталинграда намечалось осуществить в основном силами 6-й полевой армии двумя ударами, о чем мы говорили выше, нацеленными на центр города. Один удар из района поселка Александровка на восток, второй удар из района станции Садовая в направлении на северо-восток. Эти удары должны были расчленить фронт советской обороны и привести к падению Сталинграда, чему не суждено было сбыться. Пожалуйста. Шесть. Вопрос номер шесть. Назовите, пожалуйста, командующего 62-й армией, с именем которого ассоциируется история, боевой путь и название этой армии. Василий Чуйков. Василий Чуйков. Чуйков. Совершенно верный ответ. Орден с участием. Орден с участием. 12 сентября 1942 года ее возглавил генерал-лейтенант Василий Чуйков. И у нас есть победитель агона. София, прошу вас. Алан, вы становитесь теоретиком. Дальнейших успехов. У нас с вами еще три вопроса, ответив на которые вы сможете заработать ордена и медали. Вопрос номер три. Как называлась операция по окружению немецко-фашистских войск под Сталинградом? Кузнецова Мирослава, гимназия 4, города Ужигуты. Операция называлась Уран. Совершенно верно. Орден участница, пожалуйста. И если мне кто-то скажет, на кого возлагалась эта операция, от меня медаль. Нагаилиев Алана Улкумыш. В основном операция возлагалась на два фронта. Это Донской фронт и Юго-Западный фронт. Донским фронтом командовал Рокоссовский. Ему же была выделена основная задача. А Юго-Западным фронтом командовал Ватутин. Совершенно верно. Медаль, пожалуйста. Следующий вопрос. Скажите мне, пожалуйста, сколько дней продолжалась борьба за Мамаев Курган? Униживая Диана, об Саучедахе, битва за Мамаев Курган продолжала 140 дней. Если четче. 142. Нет. Экенова Диана, село Привольное, битва за Мамаев Курган шла 135 дней. 135 дней. Совершенно верно. С 13 сентября по 42-го года по 26 января 43-го года. 135 дней. Орден участнику. Пожалуйста, орден. И последний вопрос Огона. Я надеюсь, вы ответите мне. Из дома Павлова вел огонь по противнику один из лучших снайперов 13-й гвардейской стрелковой дивизии, сержант, уничтоживший во время уличных боев более 200 солдат и офицеров вермахта. Командир дивизии генерал-майор Радимцев прямо на передовой вручил 19-летнему снайперу Орден Красного Знамени. Как звали этого снайпера? Смею предположить, что это был снайпер Зайцев. Нет. Прямо на передовой Радимцев вручил ему Орден Красного Знамени. Воронина Вероника, город Черкесск. Это был Чехов. Это был Чехов. Анатолий Чехов. Совершенно верно. Орден участников. Пожалуйста. Уважаемый председатель, прошу вас подвести итоги Огона. Победителем третьего Огона признана Кучерова София. И Мрезова Сабина, Узинов Алан становятся теоретиками. Благодарю вас. На этом, уважаемые телезрители, третий Огон полуфинальных состязаний объявляю завершенным. Редактор субтитров А.Семкин